Привет, друзья! Меня зовут Ваня, вы на Gama Russia. У нас сегодня субботник, ребята, родители, мамы в частности, приходят и рисуем вместе. Берем кисточку, сегодня рисуем гуашью. Гуашь у нас вот такая, гуашь у нас пчелка. Мне нравится, 18 цветов, очень яркие, приятные цвета. Берем кисточку, лучше плоскую, макаем ее в воду, она готова для работы, и груша будет зеленая. Зеленая груша, уже можно нарисовать растения против зомби. Отличная, хорошая идея. Это как раз стимул для твоего участия в нашем конкурсе, который проходит сегодня. Конкурс рисунков, рисуй с нами, делай сторис, пиши собачка Gama Russia, этого достаточно, чтобы поучаствовать. Каждый раз мы делаем такой конкурс, когда получается. Давайте сейчас рисуем грушу. Груша такая вот, такая ба-ба-ба-ба-бам, гора. А потом груша широкая становится, и как, можно сказать, как, я бы сказал, как лампочка, но сейчас лампочки уже не того формата, и так, что они не похожи. Сторис сделали, там пишите, отлично. Напиши, конечно, сделай сторис и пиши там, что бы ты хотел нарисовать. Это вот достаточно, чтобы поучаствовать в конкурсе. Я не могу нарисовать все рисунки, которые меня просят. Я закрашиваю всю свою грушу зеленым цветом. Ох-ох-ох, мне нравится, когда вот так размазываешь, размазываешь. Что можно сюда добавить? Можно темно-зеленый добавить, а можно желтенький добавить. Я чуть-чуть мазну темно-зеленым в самом низу, как будто это тень. Но сегодня обязательно эта груша будет с яблой, с глазками обязательно. Как будто тень такая, вот-вот все здорово. А теперь я обязательно смою кисточку. Смывай кисточку каждый раз, смывай, 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 чтобы твоя гуашь была чистая. Это важно. А теперь я хочу добавить сюда же желтенький. Почему желтенький? Потому что груша, она готова, готова уже к тому, чтобы ее скушать. Жалко, что сейчас весна и нету груш, хотя в магазине можно найти. Но я говорю про свой огород, что огород у нас с грушей обычно в августе примерно поспевает. И мы их с удовольствием едим. Здесь вот мы намазали немножко желтеньким. И так размазали, размазали, размазали. Да? И здорово получилось. Теперь смываем еще раз и думаем, что же еще нарисовать. И я хочу нарисовать, пока она сохнет, груша, чтобы глазки нарисовать. Мы еще нарисуем ей палочку. Палочка будет светло-коричневая у нас есть, и темно-коричневая, и светло-коричневая. Мы светло-коричневую возьмем палочку, а потом макнем в темно-коричневую, возьмем в темно-коричневую, чуть-чуть добавим. После этого нарисуем хвостик Я не знаю, вот это хвостик, наверное А это, наверное, попка можно назвать, да, груша Отлично Смываем, коричневый нам больше не понадобится Это авокадо Авокадо отдельно будем рисовать Да, похоже, груша и авокадо, похожие дела Ребят, еще такой вещь Если вы смываете кисток часто, возьмите какую-то старую тряпочку И вытирайте ее, она будет чище, суше И у вас краски, и рисунок будет чище Красивее будет Теперь темный, темный листик Сразу возьмем темный зеленый цвет Если есть темный зеленый цвет, бери его сразу И вот так рисуем, вот так вот отсюда Сюда идет он так Раз, два И вот у нас Получается Листик большой Закрашиваем этим же зеленым цветом Не спеша, все здорово У-ху-ху И зеленый цвет сочный Сохраните, пожалуйста, эфир Конечно, он сохраняет, все эфиры сохраняются здесь В гаммы на отдельной страничке Я это каждый раз повторяю И также на ютубе, на рыбакит Они сохраняются доступны Приходите Ютуб легко найти Ютуб легко найти Ну и меня там тоже легко найти Так что найдете, если захотите Приходите Рыбакит, папа, рисуй Здесь я добавлю немножко тени Мне хочется, чтобы моя груша лежала где-то Хоть она и будет такая у нас сказочная И может быть даже ручки-ножки лучше бы прорисовать Но я все-таки тень нарисую Мне нравится, когда более такой классический вариант И видишь, мой серый цвет Он немножко смешался с зеленым на кисточке И из-за этого такой вот цвет получился Но ничего, так тоже здорово Конечно же мы хотели Давайте нарисуем инопланетянина Так, мне хотелось бы нарисовать глазки Обязательно, да? Смываем кисточку, чтобы она чистая была Здесь уже подсохла у нас груша Сама груша И берем белый цвет и рисуем глазки Глазки рисуем вот здесь Не очень высоко, не очень низко Если высоко, то получится взрослая груша Если очень низко, то детская груша получится А нам нужно что-то среднее Обязательно смываем после этого кисточку И теперь доработаем некоторые мелкие детали Глазки сегодня у нас будут не на каждом рисунке Но фрукты у нас будут часто Так что если... Давай, 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 спасибо Просто чудо груша, спасибо Теперь смотри У тебя есть кисточки Может быть у тебя есть тонкая кисточка Если вот такая же плоская, то ей же и рисуй А если есть потоньше, то возьми потоньше Я возьму сейчас желтый цвет и нарисую несколько точек на своей груши Вот так вот, чтобы груша была как живая Хоть она и очень веселая и, можно сказать, мультяшная, но как живая Легко это сделать А здесь нарисуем несколько полосочек Желтых такая продольная линия И теперь вот так идет Все линии в эту сторону Тоже здорово получается Легко так сделать А здорово получится и ярко И получится как живая Но все-таки детская игруша А вы будете рисовать мелками Или цветными кранышами Сегодня гуашью будем рисовать Но если у вас что-то вы выиграете Вот как бы, например, поучаствуйте в конкурсе И, возможно, если вы хотите Я нарисую другими мелками, к примеру Это тоже здорово Но сегодня гуашь Сегодня я выбрал гуашь и сочные фрукты Так что вот Извиняйте Такое у нас сегодня Вау! Такая вот груша Мне нравится Очень здоровская груша Хочется еще рядом нарисовать что-то оранжевое Очень много зеленого цвета Вокруг А хочется что-то оранжевое Нарисовать не знаю Что еще Ну, может быть Может быть Маленькие солнышки Маленькие солнышки Можно нарисовать сердечки Конечно же Но я так часто рисую сердечки Что хочется нарисовать что-то рядышком Более такое веселое Ну, сердечки тоже не грустное, конечно Но что-то другое Солнышки Потому что нам не хватает солнышка Часто не хватает Сейчас его побольше стало Но солнышки нам всегда порадуют Маленькие солнышки-снежинки Носик А я София Помните меня Я сегодня не сделаю Субботник Я в школе Эх, София Ты отлично рисуешь Очень много присылаешь своих работ Я очень рад, что ты Нас не забываешь Приходи рисуй дальше Персик Хорошая идея Персик Я не подготовился с персиком Но сейчас я ставлю на паузу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok